Детальнее об этом поговорим с нашим гостем. К нам присоединяется военный эксперт Владислав Селезнёв. Владислав, рады приветствовать вас в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, слава Украине. Героям слава. Итак, Владислав, давайте начнем с наших успехов в воздухе Ту-22М3. Что собой представляет этот бомбардировщик? Ну а далее подробности все остальные по ходу дела разберем. Это стратегический бомбардировщик, который россияне в основном используют как носителя ракет типа ХА-22 или ХА-32. Это те самые ракеты, которые мы до недавно не могли уничтожить. Почему? Потому как они следуют к цели со сверхзвуковой скоростью. Но сегодняшняя ночь принесла нам первые масштабные успехи. Нам удалось не только уничтожить две ракеты типа ХА-22, но и уничтожить носитель этих самых ракет, бомбардировщик типа Ту-22М3. Причем как только появились первые сообщения о том, что на территории Ставропольского края упал российский стратегический бомбардировщик, и сразу буквально появились видео подтверждения этого факта, мне подумалось, что скорее всего россияне активно используя свою авиационную технику, привели его в такое состояние, что оно уже буквально становится тяжелее воздуха и падает. Лишь затем мы узнали, что это была эффективная военная операция украинских воздушных сил, которые действовали во взаимодействии с нашими представителями Главного управления разведки. Чудесный результат, и я так думаю, ну судячи, по крайней мере, по перемещению вражеских Ту-22М3, удар был нанесен где-то в районе Севастополя. Именно там россияне выводили свои бомбардировщики на боевой курс с целью запуска тех самых ХА-22. И именно там по одному из этих самолетов был нанесен ракетный удар. О каких ракетах идет речь, в ближайшей перспективе генерал Буданов обещает рассказать более детально, но я могу предположить, что скорее всего нашим специалистам, нашим конструкторам удалось восстановить комплекс ПВО С-200, соответственно провести апгрейд ракет к этим комплексам. И я думаю, что именно они поразили эту очень важную стратегическую уровню цель. И в принципе это же не впервые случилось. В свое время украинская разведка сообщала о том, что используя неизвестно пока какой ракетный комплекс, нам удалось уничтожить так называемый летающий радар комплекс А-50 на дакватории Азовского моря. Теперь это второй такой успех, и я уверен, что таких успехов будет дальше больше, дабы противник четко понимал, что на все их агрессивные планы и намерения мы ищем и находим соответствующий, очень жесткий ответ. Владислав, ну вот так получается, почему так активно в российских пабликах заговорили о технической неисправности, получается сбили над Севастополем и самолет, получается, тянул до Ставрополя, и только там произошло уже неизбежное, так я понимаю? Да, там порядка 200 километров по прямой, в принципе, если повреждения были незначительные и не фатальны на уровне, то вполне возможно, что благодаря мастерству тех самых специалистов удалось им немножко протянуть самолет. Причем российские паблики сообщают о том, что из четырех членов экипажа три успели катапультироваться, а командир экипажа, который, собственно говоря, и обеспечивал ту самую принудительную эвакуацию, собственно говоря, навеки остался на борту того самого сгоревшего Ту-22М3. Ну и тут, опять же, я должен сказать, что, как правило, процесс катапультирования, он всегда весьма-весьма серьезно воздействует на внутренние органы пилотов, поэтому я не думаю, что в какой-нибудь обозримой перспективе эти летчики станут или сядут за штурмал или на боевые посты в тех самых самолетах Ту-22М3. Еще один очень важный момент. Последний экземпляр такого типа самолета в Российской Федерации был выпущен в 1993 году. И фактически с тех пор Россия так и не сподобилась организовать производство такого типа самолетов. Поэтому потеря каждой боевой единицы — это существенная потеря для российской армии. Надеемся, что потеря летного состава для таких самолетов тоже существенная будет. Касательно Х-22, если так вот вспомнить, эта старая советская ракета разрабатывалась в 70-х годах для борьбы с авиациями в США. Что можем противопоставить этой ракете? Только ли патриоты? — Коллеги, я с Вашего разрешения уточню. Дело в том, что ракеты типа Х-22 с боевой частью порядка тысячи килограмм в первую очередь предназначались для уничтожения авианесущих крейсеров и авианосцев Соединенных Штатов Америки. То есть цели для них были куда более масштабные и представительные. И хотя эта ракета не отличается ювелирной точностью, но боевой заряд, который он нанесет на своем борту, весьма и весьма существенный. А некоторые модификации этих ракет вообще подразумевали, что они будут носителями тактического ядерного заряда. Поэтому, безусловно, россияне еще имеют некоторое количество этих ракет. Они весьма и весьма капризны в хранении и тем более в приготовлении к боевому применению. Но, тем не менее, россияне их активно используют для того, чтобы создавать массированный вал ракетных атак. Кстати, обратите внимание на атаку, которая случилась этой ночью. Россияне обычно много больше используют ракеты типа Х-101, Х-555 или Х-555. В этот раз было зафиксировано всего лишь два пуска такого типа ракет из бортов стратегических самолетов ТОТ-95МС. Ситуация в определенной степени дивная, ведь в воздухе находилось как минимум шесть стратегических бомбардировщиков этого типа, а ракеты было запущено всего лишь две. Причем каждый из этих ТОТ-95, в принципе, на максимуме своих возможностей способен одномоментно запускать примерно шесть ракет. А тут всего лишь на шесть самолетов две запущенных ракеты. С чем это связано? Какие-то технические неувязки или же, возможно, таким образом россияне готовят новую смену пилотов, в боевых условиях тренируя их. Мне, понятно, что неизвестно, но, думаю, со временем мы поймем, в чем логика действий именно такого формата российской армии. Но, опять же, обращаясь к нашей аудитории, я хочу обозначить следующую позицию. Россияне в настоящее время имеют некоторое окно возможностей. Оно связано с тем, что наши западные партнеры активизировались, и я думаю, что в короткой перспективе мы получим дополнительные системы ПВО, соответственно, ракеты к ним. И поэтому вот этот период безвремени, когда нам серьезно не хватает ресурсов систем противовоздушной обороны, я думаю, россияне будут использовать по максимуму. Поэтому я обращаюсь к нашей аудитории и в очередной раз напоминаю. Ни в коем случае не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги. С большой долей вероятности именно в эти дни противник будет использовать по максимуму свое превосходство в ракетной компоненте. И воздушные тревоги могут звучать, в принципе, по всей территории Украины. А, соответственно, россияне будут использовать весь свой ракетный потенциал для нанесения ракетных ударов. И тут я хотела уточнить, потому что также много дискуссий ведутся о том, почему нельзя взять и купить те же Патриоты, если их много, как говорится, на складах в Европе или там еще где-то, чтобы и зрители в том числе понимали, что это не Алиэкспресс, условно говоря, а не может туда зайти и предложить за любые деньги купить то, что тебе нужно. Вот эту систему объясните также, пожалуйста. Ну, ответ очевиден. Одна батарея системы Патриот стоит примерно 1 миллиард 100 миллионов долларов. В этот комплект входит как минимум 8 пусковых установок, пункт управления, центры энергетики, соответственно, радарные комплексы. С одной стороны, огромные деньги. А с другой стороны, эксклюзивное право на продажу такого оборудования не имеет Соединенных Штатов Америки. На фоне весьма и весьма сложных внутренне политических процессов самих США даже поднимать вопрос о покупке за какие-то, да я не знаю, за собранные украинскими гражданами деньги такой системы, я думаю, не следует. И, в принципе, формат и точка отчисления, в которой мы сейчас находимся, она, собственно говоря, дает нам надежду, что в конце концов многомесячный кризис, политический кризис, связанный с выделением военно-технической помощи Украине в ближайшие дни, пожалуй, завтра, будет в определенной степени разрешено. Это, безусловно, очень важно. Почему? Потому как техническое превосходство на поле боя у россиян сейчас дает им фору. Они имеют возможность продвигаться вперед. Да, это продвижение тактического уровня. 100, 200, 300 метров в течение суток, но тенденции весьма и весьма неблагоприятны. И с такими перспективами мы можем в перспективе слышать весьма и весьма неприятные сводки с линии фронта. А это значит, что ресурсы для нас являются определяющим фактором. Президент Украины абсолютно четко артикулирует следующее. Без американской помощи Украина в противостоянии с Россией не выиграет. А это значит, что техника вооружения, боеприпасы, как вооружение от американской армии нам необходимы тут и сейчас. И уже у нас нет времени на раскачку и нет времени на ожидание. Прежде чем спросить о Джанкое, я вот хочу отметить, что во время сегодняшней ночной атаки по территории Украины, это Днепр, Кривой Рог, Одесса, в частности, по Одессе, был удар российский по припортовой инфраструктуре. И говорилось о том, речь шла о том, что это была баллистика с территории Крыма. Вот тут мы подводимся к Джанкою. Сейчас появились спутниковые снимки украинского удара по этой военной базе в оккупированном Крыму. Ваша оценка ущерба, так сказать, для российской армии, для возможности наносить подобные удары баллистикой по территории Украины? Как говорила моя супруга, и часто повторяет, а я говорила. На самом деле информация о том, что вторичная детонация была на территории Джанкоевского аэродрома не случайна. Собственно говоря, об этом мы и начинали диалоги с вашими коллегами в тот день, когда случилось-то самое баллонное на территории Джанкоевского аэродрома. Да, на самом деле зафиксирован факт попадания в склад с боеприпасами, зафиксированы повреждения на площадках, где находились комплексы пусковых установок С-300 и С-400. Есть прилеты по вертолетной площадке, и опять же я тут напомню нашей аудитории, что на территории Джанкоевского аэродрома дислоцируется, по-моему, 56-й вертолетный полк. Сейчас все эти вертолеты в спешном порядке переброшены на аэродром Кировска, недалеко от Феодосии, это восточная часть Крыма. Там же находились те самые С-300 и С-400 комплексы, которые были призваны закрывать небо над Джанкоевским аэродромом, но, как видим, они даже сами себя не смогли уберечь. Ну и, соответственно, на территории аэродрома находится командный пункт, пункт управления, пункт связи, а также ремонтно-восстановительные мастерские. Там россияне чинят ту самую технику. Несколько единиц, по-моему, до четырех, там находилось штурмовиков С-125. Вся эта техника в спешном порядке россиянами эвакуирована на иные аэродромы. И, собственно говоря, результат ракетной атаки весьма и весьма впечатляющий. Я думаю, что дальше будет больше, ведь, собственно говоря, мы из этого не делаем никакой тайны. В начале текущего года президент Владимир Зеленский говорил буквально следующее. Год 2024 для украинской армии будет годом особого внимания к территории временно оккупированного Крыма. И на его территории все вражеские военные объекты для нас являются законными целями. Собственно, это мы сейчас с вами и видим. Ибо вовна, которая гремит в разных уголках Крыма на военных объектах, на объектах военной инфраструктуры, на объектах энергетической инфраструктуры. И я надеюсь, что в перспективе на объектах транспортной инфраструктуры, как только Керченский мост, будет греметь все чаще и чаще. И раз уже заговорили о украинском Крыме, там мы видим, что все уменьшается, тает Черноморский флот. И вот президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия начала перемещать свои корабли, в том числе и носители ракет «Калибр» в Каспийское море. И тут, конечно же, стоит для нас сразу понимать, это хорошо или все-таки с Каспийского моря также они несут для нас угрозу. Это один момент. И сможем ли мы их там тоже достать? Этот Черноморский флот, чтобы побыстрее уже превратился в флотилию. Вчера мне довелось поработать весьма-весьма настойчивым адвокатом нашего главного управления разведки. Ведь многие пользователи интернета начали упрекать в том, что невозможно технически переместить корабли из акватории Черного и Азовского моря. Соответственно, на Каспийское море. На самом деле, такая опция существует. Сеть Волгодонского канала позволяет перемещать противнику, в том числе и многотоннажные корабли, тоннажностью до 5000 тонн. Кстати, фрегат «Адмирал Макаров» чуть меньше по тоннажности, чем возможности шлюзовой системы Волгодонского канала. Поэтому, если россияне ставят перед собой такие цели, то, в принципе, они их вполне могут реализовать. Другое дело, что россияне, в принципе, не так много теряют из-за того, что они вынуждены перемещать боевые корабли носителей ракет морского базирования типа «Калибр» в акваторию Каспийского моря. Эти «Калибры» способны действовать на расстояние до 2000 километров, а это значит, что даже из акватории Каспийского моря большая часть территории Украины будет находиться в зоне поражения этих самых «Калибров». Хотя ситуация в определенной степени дивная. В последнее время мы не так часто фиксируем применение, опыт применения таких ракет, в основном ракет наземного или воздушного базирования. А вот ракеты морского базирования «Калибр» за последний, скажем так, месяц, я помню лишь единичный случай запуска такого типа ракет. С чем это связано? То ли с отсутствием достаточно уровня отлаженной логистики для загрузки этих ракет на территории военного порта Новороссийска, либо же это связано с определенными проблемами с пусковыми шахтами боевых кораблей, которые являются носителями тех самых «Калибров», либо какие еще причины. Но в любом случае мы должны понимать, ракетный потенциал российского Черноморского флота весьма и весьма значительен. И вполне возможно, что сейчас противник просто накапливает ресурсы, чтобы в тот момент, когда мы были наиболее, скажем так, слабо забеспечены соответственными средствами противовоздушной обороны, нанести тот самый масштабный ракетный удар. Такого варианта исключать ни в коем случае нельзя. Владислав, давайте поговорим о ситуации на фронте. И вот свой вопрос я буду базировать на данных эстонской разведки. Они пристально следят за ситуацией, отмечают, что главные сейчас, ну, одни из самых главных, это Авдейское и Бахмутское направления. Но особо отмечают, что прорывов у фронта нет, и какого-либо незапланированного отступления вооруженных сил Украины тоже не наблюдается. О Часовом Яре. В эстонской разведке отмечают, что достаточно сильно укреплен этот населенный пункт, достаточно мощные фортификационные сооружения, и даже на подступах к городу российские войска несут масштабные достаточно потери. Какова, по вашим оценкам, там ситуация? Ситуация, на самом деле, весьма-весьма сложная, она кризис на уровне, но есть ряд умнадеживающих моментов. Момент первый. Во-первых, там работает генерал Сырский вместе с офицерами своего штаба, поэтому он, безусловно, сам видит, какая ситуация, и в состоянии принимать соответствующие административные, организационные, командирские решения в части перемещения дополнительных ресурсов, сил и средств для усиления группировки украинской армии, действующей на этом участке фронта. Безусловно, господствующие позиции наших сил обороны позволяют нам достаточно уверенно сдерживать вражеские атаки, нам бы еще ресурсов побольше, и я надеюсь, что, в конце концов, этот вопрос будет разрешен в самое ближайшее время. Ведь очевидно, что артиллерийская компонента по-прежнему остается крайне важным, составляющей боевых возможностей украинской армии. Ну а дополнительные средства ПВО, безусловно, позволят нам, как минимум, отогнать вражеские штурмовики и по Су-25, которые в настоящее время практически безнаказанно пролетают над нашими позициями в часах Яру. Проблема достаточно серьезная, но, опять же, я уверен в том, что весьма-весьма-весьма ассанально действуют наши командиры на местах, а соответствующие логистические службы тут сейчас готовят или уже реализовывают миссию в части перемещения дополнительных ресурсов на этот участок фронта. Хотя, безусловно, нам есть за что тревожиться. Часов Яр на сегодняшний день самый кризисный участок фронта, хотя, безусловно, динамика на поле боя и на иных участках фронта весьма-весьма драматична. Вновь активизировались действия на Старомайорском направлении. Крайне непростая ситуация в районе Работина. Враг вновь активировал свои усилия на Купинско-Лиманском направлении, причем с акцентом на Лиман. Ну и, понятно, постоянно происходят боевые столкновения на участке фронта Западнее Тавдеевке и южнее от Маринки. И также российские войска увеличили количество атак в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает Институт изучения войны. И вот накануне украинские военные отбили все штормы в районе Северска и превратили в металлолом большое количество российской техники. Об этом сообщают в Институте изучения войны. И по данным аналитиков, подобная ситуация произошла и в районе Сватова. Там было ликвидировано 4 российских танка Т-80 и 6 боевых машин пехоты МТЛБ. Большие потери у армии РФ не только в технике, но и в живой силе отмечают аналитики. А за счет чего эти пополнения и вот такой натиск уже держится некоторое довольно-таки серьезное время, Владислав. И вот когда это, как говорится, вы уже упоминали о том, что такое окно возможностей сейчас использует враг. На поле боя мы видим в том числе, пока нет достаточного количества для нашей артиллерии и боеприпасов. А за счет чего такие пополнения, откуда берет враг? Россия, во-первых, продолжает активно инвестировать в свой оборонно-промышленный комплекс, который выдает на гора суммарно более 2 миллионов снарядов в год. Плюс у них есть определенная коллаборация с правительством Иславской республики Ирана и Северной Кореи, которая поставляет им артиллерийские боеприпасы, ключевую номенклатуру 122-152-го калибра. Плюс россияне достаточно активно используют дроны разного типа, в том числе FPV-дроны. Ну и плюс россияне абсолютно не обращают внимания на потери и среди личного состава, и в рамках уничтожения нашими силами обороны, их бронетехники, их вооружения. Обратите внимание, на ежедневные сводки от украинского генштаба цифры на самом деле впечатляющие, но это в никакой мере не уменьшает пыл вражеской армии, которая стремится захватить чем больше украинских территорий. Поэтому совершенно очевидно, окно возможностей россияне пытаются использовать по максимуму. И тут, я думаю, нам необходимо продержаться. Продержаться этот период времени, когда начнут поступать арктические снаряды, в том числе и в рамках чешской инициативы. Мы получим первые транши военно-технической помощи от наших заокеанских партнеров. Тяжело. Я понимаю, что тяжело. И в принципе линия фронта сейчас в основном держится за счет мужества, героизма и невероятных усилий украинских воинов на разных участках фронта. Но иного пути у нас нет. Если противник будет и далее двигаться достаточно серьезными темпами, в зоне риска окажутся многие-многие жители наших регионов, наших районов, которые в настоящее время находятся под контролем украинской армии. Я никому не желаю пройти через те испытания, через которые сейчас проходят жители временно оккупированной Донецкой, Луганской областей, Юго-Херсонщины или Юго-Запорожской областей. Террор, насилие, убийство – это лишь малая толика тех военных преступлений, которые ежесуточно совершают вражеские солдаты. И безусловно, линию фронта необходимо держать. И для этого необходимо использовать все имеющиеся у нас ресурсы. Спасибо, Владислав. Держимся, боремся. Спасибо за участие в нашем эфире. Военный эксперт Владислав Селезнев был на связи с нашей студией.